Если скажут, то ловну, я на мухе налечу, ждет пацанка снова взлет, гурвить не всегда и белок, опять рубик, больничили, два сваляем по щиты. Здарова всем, братва, на связи, как обычно, Лисет. И перед началом данного видеоролика, я бы хотел вам порекомендовать такой чудесный промокод на таком проекте, как EvolveRP, хэштег Липа. При достижении вами такого квеста, как много машин, вы получите на свой банковский счет 400 тысяч долларов. Также, братва, не забывайте оставлять ваши классные комментарии, составляющие минимум из 4 слов. И прожимайте также ваши классные лайкосики и подписочку на данный канал. И по стандартам желаю вам приятного просмотра и приятного вам аппетита, братва. Первый игрок, который попадет у нас на проверку, это станешь ПАК БОС. Снесся этому игроку довольно-таки очень много аккаунтов. При каждом моменте ему ничего не имется. Каждый раз он, в принципе, пытается доказать тот фактор, что он играет не без каких-либо читов. Цебак у него довольно-таки очень классный и четкий. Не использует он никакие цебак-хелперы. На постоянной основе заливает на меня жалобы на форуме. Все наказания, естественно, выданы верно. Но именно почему хочу начать именно с этой проверки, сейчас вам все и покажу. Я уверен, что есть люди, которые уже обратили внимание на то, какой у него очень максимально кривой цебак. В основе такой цебак появляется от того, что вы используете цебак-хелпер от Рампаги. В каждой жалобе его описание таково, что Лепард меня тпкнул на проверку, позвал в Дискорд, я сворачиваю игру. Естественно, ничего же не могло повлиять на то, что у него на постоянной основе крашится просто так GTA-шечка. Ни одну проверку он у меня так и не прошел. На протяжении четырех его улетевших аккаунтов, как минимум, при каждом моменте, как только я сворачиваю игру, и ее разворачиваю, у него моментально всегда краш. И сейчас я вам покажу, почему эти краши на постоянной основе у него так часто вылетают. Четыре месяца прошло, блядь, я в баху, если ты, блядь, смешно. И поначалу данный игрок утверждал то, что у него нету никаких типа читов. Я стал ему скидывать разноплановые там пруфы, переписки насчет него, то, что мне все посливали. Человек стал отмазываться то, что это было там четыре месяца назад. В таком контексте то, что это было давно, это уже все прошло. Но я, как понимаю, думаю, что все среди админов там тупоголовые. И, например, там уже мне неизвестно то, что тоже Спенсер, он может просто забыть и не отвязать подписку, как это, в принципе, произошло с ним. Теперь хотел бы вам продемонстрировать вот эту просто прекрасную жалобу, написанную от него. Это очередной варм, полученный от меня, у него же. Далее мы пролистываем немножечко вниз. И там мы можем увидеть очень интересный, я бы сказал, скриншот от игрока и Вольф РП. Естественно, его на очередной проверке, как обычно, крашнуло. Он залил мне вот эту прекрасную опру, которую вы не видите, но видите, это скриншот. И на этой опре он немножечко, как бы так сказать, обосрался. Как вы можете видеть, в левом верхнем углу у него есть просто прекрасный файл с названием svhost. И именно после того, как этот игрок приложил этот скриншот, эта жалоба отредактировалась и он попросил ее закрыть. Следующий скилловый игрок, который попал у нас на проверку, это стал Лёва Крисовский. Парень довольно-таки неплохо попадал на ОГЭ, но произошла такая немного странная ситуация. Я не знаю, что-то у него щелкнуло в голове. Он просто решил флудить на ДМ Лакету, что у него есть экстрим читс. Это, конечно, было очень странно, и именно по этому фактору я уже думал, что нужно его все-таки телепортировать на проверку, поскольку я нафарбсил на него докво. Если бы он даже отказался от проверки, я бы вполне уже мог выдавать ему наказание. Как оказалось, на проверку он все-таки согласился. Как таковых у меня, в принципе, подозрений на то, что он играет с щитами, не было. Я у него попросил там показать мне консоль самфанкса. Ничего там не оказалось. Реестр. В реестре тоже ничего не оказалось. Далее я попросил его ввести в процесс хакерей одну прекрасную команду, которая показывает то, что есть у игрока экстрим или нет. Как оказалось, у Лёвы все-таки находился экстрим хак. В дальнейшем, как я понимаю, Лёва даже поинтересовался там у главного администратора. И мой главный админ просто с него поржал, что он поинтересовался, что же все-таки это такое. Но он ему разъяснил то, что это его логин от экстрима. Но, как я вам ранее и говорил, любой щит, какой вы только бы не отгружали там, будь то экстрим или рампагу, все абсолютно можно найти досконально. Далее идет не менее интересный игрок. Я бы так сказал с никнеймом Миднайт Кэрри. По всем, я бы так сказал, стандартам. Неплохие у него, так сказать, там дабл-хиты. Стреляет довольно-таки очень интересно, как с перекатов попадает там все патроны, так и с дальнего расстояния неплохо попадает с фаз плюс С. Но происходит у нас немножечко такая заминочка. После того, как я его первый раз телепортировал на проверку, данного игрока крашнуло. Естественно, мне пришлось выдать ему наказание. А обжалование он, естественно, никакое не писал. Второй раз проходит там около что-то четырех дней где-то или трех. Я решаюсь его снова телепортировать на проверку, поскольку на данном коптье он выдал также довольно-таки неплохой результат. В этот раз получилась такая ситуация, что все-таки он пошел на проверку и его не крашнул. С этого я уже немножечко удивился. Я ему задаю вопрос. У тебя была рампага на компе? Он мне говорит, что она была у него довольно-таки давно, в девятнадцатом году. Показывает мне переписки. Все происходит чисто, без какого-либо обмана. Поскольку в реестре я у него нашел очень интересную папку под названием Q-Bug. Данная папка появляется после того, как вы активировали рампагу на компе. Просто понимаете, какая несостыковочка? Человек использует рампагу в девятнадцатом году. Его сравнительно недавно крашнуло. Я думаю, вы понимаете, какое уже выходит подозрение. Точно он не договаривает. Тогда к тебе у меня такой вопрос. У тебя есть рампага? У меня, да, она была. Прошу его показать, как загрузки на компе, так и в браузере. Вопрос риторического характера. Для чего спектает админ Луа? Происходит именно такая ситуация. То, что он скачивал экзошник рампаги именно в девятнадцатом году. Я бы даже сказал, не девятнадцатого года, а тринадцатого апреля. Немножечко такая у него получилась уже несостыковочка. Точка экзопиши. Вон у тебя есть свц-хост. Покажи мне его. Я прошу его заново скачать рампагу. Для чего я прошу его скачать? Потому что, если данный игрок не отгружал рампагу, и он просто бы ее запустил, у него просто бы спокойно инжекнулась рампага, и это был бы подтвержденный фактор, то что он не использовал рампагу. Но, есть такой небольшой баг в рампаге. Если, например, вы экстрим два раза запускали, вас не крашнет, у вас будет две менюшки. То, если вы рампагу инжекните после того, как вы ее уже отгрузили, то игру у вас, соответственно, крашнет. Как ее открыть? Она у меня не открывается, смотри. Где она у тебя находится? Давай. Ну, ты же с ней играл до этого, блядь. Я не понимаю, что ты мне за дурака-то, блядь, кого-то тупишь. В смысле, а как ты тогда раньше играл? Ну, я не знаю. Раньше у меня красной хуйни этой не было. Далее он не включает дурака, то, что он не может абсолютно вообще ее скачать из этого браузера Яндекса. Пытается ее разблокировать, у него там антивирусы все это блочат, и все в таком духе. Затем я увидел внизу то, что у него есть второй браузер именно от Google. А в Google это качается совершенно спокойно. После того, как он открыл Google, по дате изменения я могу сказать, что он уже очень сильно спалился, то, что рампагу он все-таки скачивал через именно Google. У тебя есть Google Chrome, ссылку вставь в Google Chrome и качай. Вон наверху нажми на стрелочку, там сохранить вон у тебя. Так вон и до этого у тебя вон свой хвост, ты там блять качал, вон он у тебя. Ну открывай. Ну у меня зависло от GTA, звука инжектора нет. Вон он у тебя, логин и пароль загрузился. Так я тебе и говорю, потому что ты ее до этого уже подгружал. Я же знаю, что если подгрузить второй раз рампагу, у тебя GTA вылетит. А если ее первый раз подгрузить, у тебя ничего не будет. Потому что ты ее если не запускал, он тебе просто запустится. И естественно, конечное наказание выдано верно. И последний на сегодня, просто прекраснейший киберспортсмен под никнеймом Чиф Хакаги. Парню абсолютно без разницы, куда у него летят патроны. Влево, вправо, вперед, назад. Главное то, что я дал фражек, значит будет плюс респект. Телепортирую его, как обычно, на проверку. Он на нее соглашается. Че ты сейчас, получается, с экстримом, да, играл? А ты откр... Да бля, по тебе видно нахуй. Так вот, если вы не знали, просто я сразу по нику вижу, играет человек с читами или нет. Вот так вот, обращайтесь. Затем он мне открывает демонстрацию экрана. Он решил, в принципе, время не тянуть. Так и сказал, у него есть экстрим. А ну вон, блядь. А это что было? Ну-ка еще раз тыкни нахуй. Нет, ты же вон нажал только, что, блядь, все вон меню. Ебэ. Ну смотри, ты же говоришь, что админы и вольвы долбоебы, получается, бля, все по-другому. Для тех, кто не поняли про оскорбление админов, просто я вам так на заметочку скажу, что данному игроку по кд, как я заметил, снимают варны на форуме. Админы и вольвы, стоит задуматься. Субтитры сделал DimaTorzok